Кстати, немногие люди знают, что совсем не обязательно брать классический вариант вот такой варочной панели, которая во всю площадь вашей столешницы. Не обязательно. Если у вас, например, другие задачи, и вам вполне хватит вот такой панели на две кастрюли или кастрюле-сковородку, то вы можете просто остальную зону, которая у вас осталась, отвести под рабочую панель. У вас будет столешница, на которой вы будете выполнять те задачи, которые вам важнее, чем, например, четыре кауфорки. Вам вполне достаточно двух, вы на них можете делать все, что угодно, при этом у вас освободится еще ровно столько же места под какую-то другую деятельность. Это просто выгодно, и важно это понимать еще на стадии выбора, когда вы планируете кухонную мебель, кухонную технику, как вы хотите закупать. Ну, а кому-то, несомненно, подойдет вот это полотно огромное под их задачи. Кому-то вот такой вариант. Ну, то есть, это классика, когда мы выбираем технику под конкретные задачи. Технику, мебель, строительные материалы, все под конкретную задачу. Инструменты берутся под конкретную задачу. Не просто помощнее, покруче, там, профессиональнее. Иногда вполне достаточно взять полупрофессиональный или даже любительский инструмент, если вы им будете работать раз или два раза в год, или раз в пять лет, но просто нам нужно, чтобы он лежал. И при этом вы им будете пользоваться очень долго, и когда вы будете его покупать, вы не будете переплачивать там дорогой профессиональный инструмент, и сверхнадежный, который рассчитан на ежедневную работу. А возьмете вот то, что вам нужно, гораздо дешевле, и полностью закройте свои задачи. Так же и с варочными панелями. Так что имейте в виду, для каких-то людей, для каких-то семей вполне достаточно будет маленькие панели, а все остальное отвести под рабочую поверхность для других дел.